Наш Господь жив, у нас есть Бог, и Слово Божие говорит, блажен тот народ, у которого есть такой Бог, аминь, я и ты, мы благословлены, повернись тому, кто рядом с тобой, не скажи, ты благословился, и слава Богу, что ты сегодня здесь, в Доме Божьем, ты пришел, чтобы мы все вместе, Господь сегодня здесь, потому что Иисус сказал, там где двое-трое собрались, где Он, где Он будет, сегодня в 12 часов Иисус, где будет, сегодня Иисус будет здесь, и на следующую субботу, воскресенье, ты услышал, что наш драгоценный пастырь будет служить, поэтому не пропускай эти собрания, приходи сюда, Он наполненный силой Божьей пришел, чтобы еще больше понимать то дело, ту сильную церковь, которую здесь Господь насадил, И я хочу от Слова Божьего прочитать одно место, перед тем, как представлю наших гостей, потом они поднимутся сюда и будут служить Господу данным им от Бога благодатью. Я хочу, Иеремия 31 глава, хочу прочитать, и здесь в Слове Божьем написано, Господь говорит, благодаря пророку Иеремии, Иисус сказал, небо пройдет и земля пройдет, но Слово, которое сказал Господь, оно вовек не пройдет. И сегодня у нас вот такая уверенность есть, и у нас есть яркий пример на этой земле, у нас также есть яркий пример, связанный с народом, который здесь Господь пророчествует, и Он следующие слова говорит. Вот так говорит Господь, который поставил солнце для дня и луну поставил для ночи. И Господь, который запрещает морю, когда Его волны кричат, Его имя, сильный Бог. И потом Он продолжает и говорит, и если все эти законы пройдут передо Мною, и также поколение Израиля перестанет быть народом передо Мною, так говорит Господь, если будет измерено небо на земле, и также земля, и я откажусь от израильского всего поколения за все, что они сделают, говорит Господь. Знаешь, почему я это тебе читаю? Потому что Бог верен тому слову, что Он сказал. И потом один из пророков в другом месте говорит, это все я делаю для вас, израильский народ. Не потому что, не за хорошие дела ваши, а из-за моего святого и сильного имени. Потому что верен. И мы этому имени, мы пели Ешуа, 2000 лет назад, знаешь, Иисус ходил в Израиле. Он наш спаситель, Он пошел на крест и воскрес. Сегодня праведный мир в России и в Грузии, в Греции, они празднуют воскресение Христа. И сегодня мы здесь собрались ради Господа, сегодня пришли. И Господь уверен в том, что Он сказал. И знаешь, в пророчестве Езекииля Он сказал, все, что я делаю, я делаю ради моего святого имени. И поэтому израильский народ, когда он был рассеян в разные места, Он говорит, я вас возвращу, у вас будет земля. И написано, пока солнце стоит, Израиль по этой причине еще останется моим народом. И Господь с верностью исполняет. И когда он нашел Авраама, Он сказал ему, я создам народ, откуда выйдет спаситель. Он обещал Аврааму, что родится тот, кто разрушит просто голову сатаны. И потом Господь родился, служил. И сегодня мы благословлены Христом из-за того, что Он пролил свою кровь. И мы поем песни. Еще раз я хочу провозгласить, что апостол Павел сказал, который... Всякий, кто призовет имя Его, всякий, кто призовет Его имя, спасется. Нет разницы. Евангелие сильно. И для армянина, и для какого-то другого народа. Единственное имя, которое спасает, это Иисус Христос. И сегодня Бог верным образом делает свое дело Израиль. Сегодня восстанавливается. Господь в языке Ильи сказал, что я изолью свой дух после того, как приведу их. И это верность Божия, проявление верности. Потому что солнце еще стоит на своем месте. И это значит, что мы можем верить и надеяться, что то, что Господь сказал в Своем слове мне и тебе, Он верен для того, чтобы исполнить это. И что бы ни требовалось для этого. И я хочу представить одну организацию, которая христианская организация. И она в Иерусалиме международная. И там посольство, и там церкви, которые, она называется Мессия Иешуа. Они помогают этой церкви, помогают арабским церквям. В Иерусалиме много церквей. В Казани, также в других местах, в Назарете. Там есть церкви. Наши сестры, братья арабы, они помогают беженцам из Сирии. И представители этой организации приехали к нам. И здесь вице-президент, он поднимется и будет служить. Сергей Попов, который также поднимется со своей скрипкой и данным Богом талантом. И я попрошу нашими аплодисментами, чтобы мы поприветствовали. Мы очень рады, что вы здесь. И мы пригласим Сергея Попова сюда, чтобы он пришел и служил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Столица, Иерусалим, Русалим. Иногда начинаются встречи в Иерусалиме в субботу. А, извините, они трубой дуют. Это очень пророческий инструмент. Я не могу играть на этом шафаре. Но давайте со скрипкой, которую я уподавляю этому инструменту. Иерусалим. 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 Продолжение следует... 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 1 Петра, 1 глава, с 18 по 20 стих. Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, перененой вам от отцов, но драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого агонца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Петр сказал, что мы спасли с тем, что было дороже, чем серебро или золото. Кровь вечного агонца была узнана у Бога до создания мира. До того. Иисус был планом до того, как была написана книга Бытия. И давайте просто перенесемся в книгу Откровения. Будем читать 8 стих. Ему должны поклоняться все живущие на земле, чьи имена записаны в книге жизни. Это книга жизни Агонца, которая была до того, как бы созданы основания земли. Знаете, я очень много посланий слышал о любви Божией, но это для меня было самое глубокое. Перед тем, как Он создал своих детей, и они согрешили, на небесах уже была жертва, сделанная за их грехи. И вечное Слово Божие жило в нас 2000 лет назад. Явить ту жертву для нас. Но Иисус – это единственный план. Это означает, что Адам не был ошибкой, но и не был ошибкой. И Израиль тоже не был ошибкой. Это все часть Божьего плана для того, чтобы мы познали Иисуса. И несмотря на то, что я буду говорить об Израиле, это из-за Иисуса. Итак, Международное христианское посольство было создано Исайя. Исайя, 40 глава. Первый стих. Оно было создано на основании первого стиха, но я также буду читать второй стих. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш. Говорите к сердцу Иерусалима, извещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял двое за все грехи свои. Вот почему было создано Международное христианское посольство. И там мы были в течение 39 лет, чтобы показать евреям христианскую любовь. Мы представляли в 30 странах, там, где люди в своих странах, в обществе показывали израильскому народу любовь свою. И сейчас я хочу немножко поговорить об этой церкви, перед тем, как снова поделиться связанное с посольством. Открою Исайя, 66 главу. И я хочу немножко по-другому представить это. Вчера я представил эти слова, как мое личное мнение в этой церкви. По-моему, почему эта церковь является особенным образом благословенной от Бога. И после этого Господь укорил меня. Обличил и сказал, не делись этим, как твоим мнением. Говори это, как слово Божие пророчество. Итак, давайте в первую очередь прочитаем 18-19 стих. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот придут собрать все народы языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них к народам фарсис, к пулу и луду, к натягивающим лук, к тубалу и ивану, на отдаленные острова, которые не слышали обо мне, и не видели славу мою. И они возвесят народам славу мою. 18-й и 19-й стихи – это о церкви, которые не евреи, но они будут рассказывать о славе Божией, на краю земли. Давайте сейчас прочитаем 20-й и 21-й стих. И представьте всех братьев ваших от всех народов, дар Господу на конях, колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь. Начинается, сноска делается так, что они, и он говорит, что в ваших братьях приведут те братья, народ израильский. И Господь говорит, что церковь поможет, чтобы израильский народ собрался в одном месте. Это подобно, как будто Фимиам поднимается к Господу. И написано, что в дом приведите на конях, колесницах, на носилках. И пророк отметил все возможные способы транспорта, которые он знает. Но он не знал о пароходах, автобусах, самолетах, машинах. Ваше руководство в церкви и ваша работа это в том, чтобы помочь израильскому народу, что они вернулись так же. Израиль. Это работа, которую вы сделали, это принято было с Божьей стороны как жертва. И поэтому у вас есть особенное помазание в Армении, его присутствие. Сейчас давайте перейдем в Исаии 52 главу. По всему миру, работая с церквями, я понял и увидел рост церквей. И связанное с ростом церкви у меня интересное объяснение здесь. Исаия 52 глава с 8 стиха. «Голос сторожей твоих, они возвысили голос и вместе ликуют, або своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой и скупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, все концы земли увидят спасение Бога нашего. Когда Господь восстановил Иерусалим, и когда Он искупляет Иерусалим, и вот это через восстановление Иерусалима Господь являет силу другим народам. И после этого до крови земли увидит спасение Божие. мы живем в такие дни, когда Иисус пророчествует. И помните, что Иисус говорил, что Иисус будет разрушен, что Иерусалим будет разрушен, что Его народ рассеется, и Иерусалим, он будет у ног язычников просто растоптан до тех пор, когда ожидает, что Он должен ожидать, пока они вернутся к еврейству. И Он говорит, пока они придут в последние времена для язычников. В 1947 году только Израиль стал еврейским. За 2000 лет первый раз. И работая в Бразилии, я знаю историю бразильских церквей. И в 1967 году только 2% составляли протестантские церкви. И сегодня они хотят понять, в обществе 35% где-то больше евангельских церквям принадлежит. В Северной Корее все христиане только 2% составляли от всех других. Сегодня Северной Кореи больше следует за Христом, являются евангельскими християми. Сегодня мы живем в лучшие времена христианства. евангелие евангелие достигает концов земли. тысячи церквей, как ваши помогают, чтобы евангелие распространялось по всему миру. и этот рост церквей не потому, что пастыри сегодня лучше, чем предыдущие пастыри, не потому, что у нас есть технологии хорошие. это потому, что Господь заранее заповедал, чтобы в истории, когда Он возвратит Иерусалим, Он высвободит спасение по всему миру. И сегодня лучший день, чтобы ты рассказал своему соседу об Иисусе. Сегодня лучшее время, чтобы ты кого-то пригласил в домашнюю группу. Сегодня лучшее время, чтобы ты молился за больных и увидел их исцеление. Позволь мне задать тебе вопрос. Сколько из вас сегодня пришли и вы знаете, что у вас есть болезнь какая-то в теле? Поднимите ваши руки. Посмотрите по сторонам, сколько много людей нуждается в исцелении. В посте и молитве, молясь за это собрание, я верю, что многие из вас уйдут отсюда исцелеными. Мы живем в эти благословенные времена, потому что Господь изливает Духа Святого. Это всего лишь было предисловие. И сейчас немного времени мы проведем в числах. 22-й и 24-й главе. Может, это история, которую вы все хорошо знаете. Пророк Валаам, Валах, который призвал. И царь хотел, чтобы он проклял израильский народ, израильский народ, до этого они победили амаринтян. И история интересная, потому что люди, которые послал царя, они приходят, и пророк мудрым образом говорит, позволь мне помолиться и сказать, что говорит Бог. И Бог говорит, не иди. И он этим людям, которых послал царь, говорит, я не могу с вами идти. и царь еще одну группу посылает. Они опять приходят, он приходит, опять снова спрашивает Бога, и снова Бог говорит, а сейчас говорит, иди. Но слово говорит о том, что Бог был рассержен на него за то, что он пошел. Это для нас урок, как для верующих. иногда мы очень много молимся за что-то, и Бог говорит, хорошо. Но это сердит его. Это не для нашего блага, не для блага церковного. И так пророк садится на осла и едет к царю, и я думаю, что вы слышали эту историю. И ангел является с мечом и хочет убить его. Бог не просто был рассержен, он был готов убить этого человека. Но благодаря своей милости Господь открывает глаза этому ослу, и он видит просто ангела, и он останавливается. И так третий раз, когда он пытается проехать, осел не может пройти, и он просто ложится на землю, и он начинает бить этого осла, и Господь дает просто голос этому ослу. И этот осел рассказывает пророку о том, что происходит. и иногда мы нуждаемся в каком-то осле, чтобы он проговорил нашу жизнь. Неважно, насколько мы духовны, в любом случае мы можем быть ослеплены. И иногда то, что мне говорит о пророке, это история. почему Господь так был рассержен на него. Пророк никогда не грешил, и никогда он не сказал такого слова, которое Бог ему сказал, не говорить. Но он идет по пути соблазну, Господь сказал, что я не могу сказать ничего плохого, но царь мне обещал мне все это золото, может быть я найду какой-нибудь путь, чтобы могу годить царю не обижая Бога. В 25 стихе мы уже видим, что он рассказывает этот пророк царю секрет, как можно победить Израиль, а я могу только благословлять Израиля, но если ты хочешь победить их, тебе нужно послать жен окон твоих в их армию и они войдут грех и проиграют. Бог знал сердце этого пророка. Он не хотел обидеть Бога, но он хотел это серебро и золото. Итак, я хочу прочитать несколько стихов. Два вторая глава, 41 стиха. На другой день утром Валак взял Валама и возвел его на высоты Валавы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Царь взял пророка гором, чтобы он мог увидеть просто частичку Израиля. Потом вы можете увидеть с 5 по 10 стих, что говорит пророк. Давайте сейчас 23 главу 13 стих пойдем. Давайте с 11 стиха по 13 стих почитаем. И сказал Валак Валааму, что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь? И отвечал он и сказал, не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои? Сказал ему Валак, пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его и так царь жал царь говорит, я же попросил, чтобы ты проклял, а ты благословляешь, пойдем на другую гору, на которой ты увидишь только некоторую часть этого народа, и может быть, когда ты увидишь маленькую часть, ты сможешь проклясть. И царь очень строжно поступал с пророком. Он не хотел, чтобы пророк увидел всех израильтян, он хотел, чтобы маленькую часть увидел. И сегодня мы видим это в мире. И по новостям мы смотрим только маленькую часть Израиля. Например, они говорят, что Израиль разделен, разделенная страна, но мы как христианская община мы смотрим на всю землю. и как так получилось, что у друзов много возможностей. Они граждане, они участвуют в выборах, служат в армии, но они маленькая община и так мы идем в их общины и ставим там компьютерные лаборатории. медиа говорят, что Израиль это очень давящее государство, которое угрожает другим регионам. и несмотря на то, что Израиль хочет мира с Сирией, Сирия и Израиль, они враждуют друг с другом, и все эти границы закрыты. И несмотря на то, что мы все в этом регионе знаем о гражданской войне, которая происходит в Сирии, и более полтора миллиона уже населения уничтожено. 100 тысяч беженцев, более 100 тысяч беженцев, которые убегают. Мы как христиане, как христианская община, мы смотрим на весь Израиль. И мы смотрим на те хорошие программы, которые есть у Израиля с ближайшими странами. И с этих времен внутренняя война, когда началась Сирия, Израиль открыл границы и начал посылать помощь в эту страну. В 2017 году один человек пришел к нам и сказал, стратегический человек, он сказал, что все, что у нас в армии можем дать и предоставить. У нас есть дизель, у нас некоторые медицинские какие-то принадлежности. Но он говорит, что они нуждались очень много в молоке для детей. Для детей. У армии не было молока, чтобы дать детям. порошок и порошок для молока мы купили, чтобы дать им. и позже получили звонок от моей жены. И она работает в травматологическом отделе, она успешный врач. И она говорит, я верю, что Господь мне сказал, чтобы я с этой командой поехала в Сирию, но я знаю, что я нуждаюсь твоего благословения, чтобы я могла поехать. И я сказал, хорошо, я помолюсь за это. И не так, как иногда мы делаем, как христиане. И очень часто, когда мы говорим помолюсь, это означает, что оставь меня одного, я сейчас не хочу об этом говорить. Но я знал, что мне нужно за это помолиться. Я знал ее очень хорошо. и поэтому я начал молиться. И моя молитва на самом деле, мои молитвы довольно эмоциональны. Я прошу Господь, не позволь, чтобы моя жена поехала в Сирию. Это же мать моих детей. не позволь моему лучшему другу, чтобы она поехала в Сирию. И в этот момент Господь показал мне отрывок, когда мы только начинали наши отношения с моей женой. И мы уже вышли друг с другом, чтобы поужинать или пообедать. И у меня было слово, что я призван к народам, и мы открыли Библию. И я прочитала слова Иисуса. И если ты хочешь следовать за мной, возьми свой крест, отрекись от себя каждый день и следуй за мной. И я сказал, ты знаешь, я иду к народам, и я должен взять крест Христа. Если ты не готова брать крест, мы не можем быть друг с другом. И для меня было больше времени, чтобы это объяснил Господу, чтобы Господь не показал это время. Но потом тихий голос Духа Святого. Он сказал, не позволяй те отношения, которые были начаны, имея крест между этими отношениями оставить завершить по-другому. Он не сказал просто любить ее. Я позвонил жене и сказал, я понимаю, что Господь говорит, чтобы ты ехала в Сирию. И послушай, это чудо. Израильская армия, израильский народ, они открывают границу к Сирии, позволяя, чтобы христианские врачи, она поехала с пятью представителями христианских врачей, чтобы четыре часа зайти в эту страну и показать помощь свою, сострадание. И потом они долгое время там остановились и долгое время и часы и дни провели в тех участках, где они могли просто быть в стороне от этих бомб, потому что в той деревне, где они находились все время, они находились под бомбардировкой и долгое время они переносили просто стабильное состояние больных. И потом, когда они переносили стабильность эти, они ложили на лошадей и увозили просто в Израиль, чтобы продолжать лечение. Когда ты смотришь на весь Израиль, а не на то, о чем нам говорит медиа в маленьких отрывках, ты понимаешь, что Израиль пять тысяч сирийцев взяла к себе на лечение, а потом отправила назад. они видят только те границы мира, которые есть между Палестиной. И я в разных местах мира был. И в любое время, которое я должен был проходить через границу, я показывал мои документы, но это христианское посольство смотрит и говорит, что в разных местах, в церквях и в других городах, когда мы давали им некоторые подарки, чтобы могли благословить их. Некоторые люди смотрели на тот высокий процент бедности, который есть в Израиле, и говорили, что они прокляты, они уклонились. У Израиля более миллиона людей, которые спаслись во время Холокоста. И более половины живет, оно ниже границы бедности. Но мы смотрим не на проклятие, мы смотрим на историю, которая у них была. Мы слышим те слова, которые Господь нам дал, чтобы мы утешали их. Так мы открыли один дом для этих спасенных. И этот дом на сегодняшний момент у него 70 жителей. дом также другое здание мы купили для 75 людей, мы можем их там обеспечивать. и я хочу маленькую историю рассказать с этого дома. Доктор Юрген Миллер, который наш начальник, он немец, участвует на одном мероприятии, пожилая пара приходит к нему, и этот мужчина начинает рассказывать свою историю на немецком, и он говорит, я из такой-то деревни из Германии, я потом в эту страну поехал, потом на это собрание, и в этот период времени, когда говорит этот мужчина, глаза его жены станутся больше и больше. И так как этот мужчина был около 80, Юрген думает, что начинает человек связанный с возрастом, и когда этот человек уже закончил историю, он идет, чтобы взять что-то выпить, и Юрген спрашивает жену, что было неправильно в той истории, что муж рассказывал, что ты так удивлена. жена. сказала, ничего неправильного не было в том, что он сказал. Это наша история. И на самом деле мы встретились в одном из лагерей, там поженились. просто вопрос в том, что когда мы были там в этом лагере, он поклялся, что больше никогда не будет говорить на немецком. 72 года мы женаты, он первый раз заговорил о немецком. Господь использует этот дом, который мы дал тем людям, чтобы боль этих людей восстановилась. И Бог и в меди говорится, что наркотики распространены в Израиле, что дети оставляют дома и не знаю, чем занимаются. Но мы должны смотреть на весь Израиль. И поэтому мы также финансируем программу, реалибитационная программа. Мы финансируем программу, которая поможет студентам оставаться в школах. некоторые расизм есть в Израиле. Некоторые смотрят и говорят, нужно проклинать их. и они говорят, эти ефиопы черные, они не израильтяне, не нужно им позвонить, чтобы они приезжали. Но раввины смотрят на них и говорят, нет, они на самом деле евреи. Они со времен царя Солобона приезжают. вы читали, когда царица Савская приезжает, чтобы посетить царя Соломона, чтобы видеть его мудрость. И там говорится, что она покинула Соломона. И Соломон послал целый ряд учителей, чтобы обучали детей. И это начало общины израильской. И так, когда власти сказали, хорошо, еще одну тысячную группу приведите. Еврейский состав говорит, что нам не нужны деньги для полетов. И так наша организация благодарит церкви и говорит, что мы заплатим эти полеты пасху. так же мы смогли оплатить ту сумму, которая нужна была для того, чтобы в Израиле совершилась пасха первая. И я говорю, очень хорошо, ведь они же евреи, которые сохранили свою культуру. Зачем вы учите их, как справлять пасху? очень хорошо, так как они 2000 лет были одолены от иудаизма, они справляют пасху, как 2000 лет назад справляли. Я, конечно, очень ободрился. Я сказала, очень хорошо, то есть это та форма, в которой Иисус пасху справлял. Но мы начали обучать их, чтобы они могли принять пасху так, как делается в современном Израиле. Как христиане мы научились от Иисуса, чтобы научили молиться, чтобы Божья воля, которая на небесах пришла на землю, чтобы твоя воля исполнилась, та, которая на небе исполнилась на земле. Другими словами, еще слово есть о том, кем мы являемся в этом посольстве христианском. Захария, 16 глава. Мы знаем, что это слово о том, что Иисус должен вернуться, потому что слово говорит, что в эти дни все народы вернутся в Иерусалим и будет тогда, и говорится, что тот народ, который не придет, он будет проклят, и там не будет ни дождя, землю, не... Мы знаем, что мы не в этом не находимся. У нас в 80-х годах у нас есть опыт в этом. в прошлом году 7 тысяч человек из 100 стран приехали в Израиль, чтобы прославлять Господа. И мы смотрим на тот момент, который совершится в Слове Божьем. Часть благословенной общины. независимо от того, были ли вы частью служения там израильском, вы просто пожинаете это благословение. Я прошу вас, те люди, которые говорят, что они больны, поднимите ваши руки. Я попрошу вас, чтобы вы встали. Те люди, которые сидят, посмотрите на тех, которые стоят. Иисус сказал, что те, кто будут следовать за Мной, они откроют глаза слепым, они откроют уши немым, они будут изгонять бесов. И тогда тот момент, когда я спрашиваю, возложите руки на тех людей, которые стоят. и спросите их, в чем их проблема. Потому что, если ты не знаешь, в чем проблема, ты не знаешь, чему приказать, чтобы оно ушло. и поэтому немного начни молиться в Духе, потому что это сила Духа Святого, которая исцеляет. А потом делает то, что Иисус сделал. И если это рак, скажи рак, уйди. И если это болезнь сердца, скажи уйди. И сейчас вами Иисуса Христа мы говорим, чтобы рак ушел. Мы приказываем, чтобы всякое сердце было исцелено. Мы приказываем, чтобы сахарный диабет был исцелен. чтобы высокое давление нормализировалось. Мы приказываем, чтобы болезни ушли. Мы говорим жизнь, а не смерть. Мы приказываем опухолям уйти. По имени Иисуса Христа благодарим Тебя, Господь. Хорошо, если ты чувствуешь какие-то перемены в твоем теле физически, и ты уже селился, подними свою руку. Хорошо, держи это на некоторый момент, чтобы люди увидели. А еще есть. вы являетесь учеником Иисуса Христа. Давайте поблагодарим Господа за тех людей, которые исцелились этим вечером. Христа. Спасибо. 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 Который все создал для нашей радости в этой жизни. Все в этой жизни имеет смысл. Маленькая птичка поет утром напоминает тебе это симфония славы его лес, море, все, что окружает нас, говорит о нам, какой великий наш творец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok